Здравствуйте, дорогие зрители, я тоже рад видеть вас. Сегодня расскажу о том, что спонсоры выделили на концерт Пугачевой 40 миллионов рублей. Впрочем, расходы на шоу Звезды еще более значительные. В пятницу 25 января в Фейсбуке всплыл документ, в котором госкорпорация Ростех просит компанию «Вертолеты России» оказать спонсорскую помощь в размере 40 миллионов рублей Али Пугачевой для проведения юбилейного концерта. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Эти компании действительно спонсоры апрельского концерта «Примадонны», они указаны на афишах. Коллектив Пугачевой подтверждает, что им действительно была оказана спонсорская помощь и выражает благодарность меценатам. Правда, сумму помощи сотрудники Аллы Борисовны отказались уточнять, мол, коммерческая тайна. Да, 40 миллионов рублей – это солидная сумма, но для проведения юбилейного концерта Али Пугачевой еще придется немало потратить и своих средств, говорит промоутер Алина Красная. Судите сами, один большой рекламный баннер на месяц в Москве стоит миллион рублей. Один плакат – 40 тысяч рублей. В среднем, аренда зала Кремлевского дворца – 8 миллионов рублей. Плюс включите в смету зарплату музыкантов и танцоров балета, декорации, костюмы. К примеру, шоу Николая Баскова «Игра» обошлось артисту в 2 миллиона евро – около 150 миллионов рублей. А что говорят спонсоры? Это дань уважения таланту. Решение о поддержке юбилейного концерта – это часть большой системной работы корпорации прокомментировали в Ростехе. Творчество Аллы Борисовны Пугачевой красной нитью проходит через историю отечественной эстрады. Ее песни объединяют несколько поколений и остаются актуальными по сей день. Участие в этом проекте позволит нам не только отдать дань уважения таланту Аллы Борисовны, но и распространить часть билетов среди работников наших предприятий по всей стране. Финансирование проекта осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством. Как вы знаете, билеты на концерт Пугачевой были раскуплены еще в первый день продаж. Правда, небольшой частью билетов завладели перекупщики, которые продают приглашение аж за 300 тысяч рублей. Впрочем, не факт, что вы даже за такие деньги купите настоящий билет. Подделок бродит много по сети. Поступили в продажу билеты и на сборный концерт, посвященный юбилею певицы. Его будет снимать в Крокусе Первый канал. Сама артистка наверняка будет замечена в зрительном зале, поскольку ведущим шоу будет ее супруг Максим Галкин. Но пока артисты размышляют над репертуаром. Вполне возможно, что звезды будут петь не только песни Аллы Борисовны, но и свои хиты, которым она симпатизирует. Цены на билеты пока средние, от 4 до 50 тысяч рублей. Не знаю, кто может заплатить такие деньги, лично для меня это неподъемная сумма, чуть не забыл. Спасибо вертолечикам за содействие в подготовке концерта Аллы Борисовны. Ведь благодаря им и другим спонсорам мы сможем услышать певицу. Дорогие друзья, всем большое спасибо за просмотр. Пожалуйста, напишите в комментариях свое мнение, расскажите друзьям о видео, и конечно, ждем вас на следующих премьерах. Благополучия и здоровья всем! Субтитры подогнал «Симон»